Всем привет, друзья! Вы на канале Типа АТОП, меня зовут Дима и мы возвращаемся к рубрике Мудак ли я от АПВОД. Я взял их крайний ролик с историями, которые они выпустили в этой рубрике. Можно было бы и раньше, а можно было бы и не раньше. Как захотеть, так и взял. Поэтому погнали его смотреть вместе перед началом. Не забудь подписаться на мой канал, если ты мне слышишь, я все еще не подписан. Жмякни обязательно подписочку, а также залетай в мой Телеграм, там всегда новости во мне и моих каналах. И на Твиче там стримы недавно были, заходи, записи остались. Все, погнали смотреть видосик. Мудак ли я, выпуск номер 8. Люди постят свою историю на Телеграм-канале и наши подписчики голосуют, мудаки ли авторы или нет. Озвучено при поддержке... Да-да-да-да-да-да-да-да. Мудак ли я из-за того, что вернул подарок жены, сделанный ее руками, сказав ей, что он мне не нужен. А затем пошел и купил то, что я реально хотел. Эта рубрика нас учит, что оглавлением лучше не верить. Давайте дождемся, что будет... По сути, сейчас окажется, что жена изменяла, еще чего-то, и тогда мы такие. Эта пошла в задницу своим подарком, который сделала руками своими. Моя жена зарабатывает меньше меня и относится к тому типу людей, которые предпочитают делать подарки своими руками. Проблема в том, что она делает так, даже если человеку это не нравится. Возьмем в пример меня. Последние несколько лет все подарки, что она мне дарила, были сделаны ее руками. Что бы я ни просил, я получал самодельный подарок. Не важно, просил я что-то дешевое или нет. Подожди, но ты ее любишь, и для тебя тогда это должно быть самое ценное, что она может тебе подарить. Какая разница? Если ты любишь человека, то плевать, что она дарит. Себя дарит от чистого сердца. Дальше. На прошлое Рождество я попросил несколько новых вещей, а в итоге она подарила мне шарф, который связала сама. При этом я всегда дарю ей то, что она хочет. Я много раз говорил с ней на эту тему. Вчера у меня был день рождения, и я попросил ее подарить мне книгу, которая стоила всего 25 долларов. Я даже отправил ей ссылку на нее. В итоге я открываю подарок, а там несколько самодельных закладок. Это были даже не те... Ха-ха-ха-ха. Осуждаю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот так подгончик от джины, ты прикинь? Ха-ха-ха-ха-ха. Охренеть. А что имелось в виду? Она просто вырезала картонки? ...закладки, которые мне нравятся. Они были текстильные, а мне нравятся деревянные. Я, по всей видимости, неосознанно скривил лицо, потому что она спросила, что не так. Я сказал ей, что они мне не нужны. Я же ясно дал понять, чего я хочу на самом деле. И я говорил с ней об этом много раз. В итоге я вернул ей закладки и пошел покупать себе книгу. Когда я вернулся домой, мы сильно поругались. Она сказала, что я неблагодарный и козел. Я мудак? Так, ну, мне кажется, да. Мне кажется, мудак. Потому что, ну, какая разница, что она тебе подарит? Господи, ну, на это уже такое уже какое-то, я не знаю. ...говорит не мудак, телеграмм говорит не мудак. Так, тогда я мудак, что ли? Я не понимаю этого прикола. Ну, в смысле, не мудак. Не, мудак, я считаю, что мудак. Плевать. Мне плевать, что там считают телеграмм. Мудак, все. Другой момент. Тут, понимаете, надо еще обсудить момент того, что жена как-то совершенно, ну, не замечает того момента, что попросил одно, получил другое, попросил. Даже тогда, когда это, как бы, казалось бы, мало денег стоит. Короче, пишите в комментариях ваше мнение. Мудачка ли я из-за того, что не захотела будить моего парня по утрам, из-за чего он чуть не лишился работы? Мне 25, я уже почти год встречаюсь со своим парнем, которому тоже 25. На протяжении всех наших отношений у него, из-за его СДВГ, были проблемы с тем, чтобы просыпаться по утрам. Он пропускал все свои будильники и опаздывал на работу. Иногда он опаздывал всего на 10-15 минут, но бывало и на час. Боссу он нравится, и тот часто закрывал на все это глаза. Но вчера он дал ему последнее предупреждение. Сказал, если он еще раз опоздает, то его уволят. За последний год мы несколько раз спорили на эту тему. Он считает, что я, как его девушка, обязана его будить. Обязана? Кому? Никто никому ничего не обязан. Она может, если ты попросишь, хорошо. Я этого не делаю, несмотря на то, что я просыпаюсь от его будильников и могу вытолкать его из кровати, если нужно. Я не считаю это своей обязанностью. Он взрослый человек, с детства знает о своей проблеме с СДВГ и уже должен был найти какой-то рабочий метод. Простите, так она стригерилась на то, что она обязана, и поэтому она на зло этого не сделала, да? Если он повесит... Не злите, женщина, ух. На меня обязанность будить его. Я превращусь в его сиделку, мать, а не в девушку. При этом я не отказываюсь от помощи. Я много чего изучила, чтобы найти альтернативные методы. Но либо они не сработали, либо он отказался их выполнять. Я бужу его, когда срабатывает будильник, но он сразу же решает снова заснуть. Если бы он так не делал, я бы с радостью будила его каждый день. Андрюша! Если ты посмотришь это видео, привет! Я уже когда-то рассказывал им историю, не буду повторяться, как мы просыпались в общении. Самый непробивной был именно Андрюша. Знаю, что это только моя точка зрения, и скорее всего он считает по-другому, но когда он решает опять лечь спать, создается впечатление, что он не хочет даже постараться проснуться. Не говоря уже о том, что по утрам он особенно ворчливый и злой. Он несколько раз кричал на меня за то, что я его разбудила, и за то, что я его не разбудила. Теперь я не хочу ему помогать, полагая, что он в любом случае будет на меня злиться, даже если я знаю, что он это не всерьез. Но когда вчера его начальник сделал ему последнее предупреждение, я почувствовала себя очень виноватой. Ведь если бы я просто будила его и была понастойчивее, он бы не оказался в такой ситуации. Так что я в тупике. Ответственно ли я за это? Может быть я не права, что не помогала ему. Или он как взрослый человек должен справляться сам. Типа я вроде бы и чувствую себя мудачкой, но в то же время и нет. Реддит говорит не мудачка, Телеграм тоже говорит не мудачка. Не мудачка. Тут я тоже согласен, не мудачка. Мудак ли я из-за того, что сказал сестре-вегетарианке, что ей не стоит подавать только веганскую еду на нашей семейной посиделке? Хм, я думаю нет. Ха-ха-ха. Хотя, ну если это у нее дома происходило, то уважай как бы законы дома, в которые ты пришел. Ну и она как бы должна ценить своих гостей. Понимаешь, двоякая история. Каждый год наша семья устраивает семейную встречу всех родственников. Каждый раз мы собираемся у кого-то. В этом году настала очередь моей младшей сестры. Она уже около трех лет вегетарианка и сильно углубилась в эту тему. Мы все уважаем ее выбор и следим за тем, чтобы на семейных встречах было много веганских блюд. Когда она объявила, что будет принимать гостей, она также сказала, что все меню будет веганским. Типа что еда должна соответствовать ее убеждениям. Это звучит так, как будто вся еда будет веганской. Кто не согласен, поешьте где-то на стороне. Или мне так кажется. То это шанс для семьи попробовать что-то другое. Некоторым членам семьи понравилась эта идея. Но другие, включая многих пожилых людей, были очень расстроены и чувствовали, что их принуждают к ее образу жизни. Пусть даже на один ужин. Я поговорил с ней наедине и спросил, может быть она все-таки включит несколько невегетарианских блюд для тех, кто не особо в восторге от полного веганского меню. Она приняла защитную позицию и сказала, что это ее шанс продемонстрировать всем веганство. И что каждый может хотя бы разок попробовать такой формат. Не, ну тут я с ней как бы согласен. Я там на нее нафыркал, а потом она сказала, что как бы это шанс познакомиться с чем-то. Согласен, да. Тут нормально, нормально. Ну, кстати, ну может веганские блюда есть очень даже вкусные. Я же никогда особо их не ел. Поэтому овощное рагу, например, вкуснейшее блюдо. Считай веганское. Я уважаю ее убеждения, но также считаю, что заставлять всю семью следовать ее выбору, пусть даже ради одного вечера, несправедливо. Теперь она обиделась на меня за то, что я не поддержал ее и говорит, что я не уважаю ее выбор. Я мудак? Реддит говорит, да, мудак. Телеграмм говорит, не мудак. Понимаешь, какая история? Я думаю, что не мудак. Ну, как бы, тут ничего такого нету. Что он прям осудил ее за столом, когда они все сидели ели, что ты принесла хрень какую-то свою? Нет, он просто сказал по-братски. Мудачка ли я из-за того, что сказала подруге, мне жаль, что твои родители не любят тебя так же сильно, как мои любят меня. Давайте ближе к сути, но тут уже попахивает, да? Нет, мне 22 года, у меня есть подруга по имени Эмми. Ей тоже 22. Мы с ней познакомились в колледже. Сейчас мы учимся на последнем семестре колледжа. Я живу одна, а она делит квартиру с двумя другими людьми. Мы никогда особо не говорили о нашем финансовом положении. Типа, мы сейчас будем еще разговаривать о том, что любовь проявляется в деньгах? Я знаю, что и ее, и мои родители платят за наше жилье. Проблема началась, когда мы заговорили о наших планах на будущее. Я сказала ей, что скорее всего найду работу и буду одновременно учиться в магистратуре, чтобы немного подкопить, а также, чтобы наконец-то у меня были собственные деньги, которые можно потратить на какие-то вещи и путешествия. Она поржала надо мной и спросила, на какую зарплату я рассчитываю за работу в неполный рабочий день и чтобы мне на все это хватило. Я пожала плечами и сказала, что у меня нет никаких расходов, которые мне нужно было бы покрывать, кроме еды. Она была в шоке, спросила меня об аренде жилья и прочим, а я ответила, что за это будут платить мои родители. Затем она начала разглагольствовать о том, что она уже взрослая, что ей не терпится стать самостоятельной, что она не хочет брать деньги у своих родителей и тому подобное. По большей части я пыталась ей поддакивать и слушать ее, но потом она сказала что-то вроде, я бы на твоем месте чувствовала себя хреновой дочерью. С одной стороны, я понимаю чвиху, которая говорит, что, мол, нужно уже быть взрослым и брать за себя ответственность, потому что я довольно рано взял за себя ответственность, но мне так получилось, как бы, я говорил, что я почти не брал деньги у родителей, но все-таки мама мне тоже передавала там передачки с вкусными, едами разными. Когда я приезжал домой, она там, то мне курточку, то штанишки купит, ну, откуда у меня денег на курточку, на штанишки? Там стипендия просто ничтожно мала была. Потом со временем, конечно, я находил возможности подзаработать, но все-таки это были совершенно малые деньги, но и осуждать человека за то, что он там планирует что-то одно, другое, нельзя, хреновой дочерью и что-то такое, ну нет, 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 нельзя. После чего мне реально стало не по себе. Мои родители сами желают оплачивать мое жилье, они вполне могут себе это позволить, и я им за это очень благодарна. Я провожу с ними много времени, знаю, что у них нет нехватки денег, они путешествуют, у них свой дом, хорошая пенсия. Они не против платить за меня, а я не против, что они это делают. У нас хорошие отношения. Я знаю, что так будет не всегда, и не жду этого, всего несколько лет, пока я не закончу учебу и не найду более высокооплачиваемую работу. Короче, я разозлилась, сказала, хватит, и что мы можем поговорить о чем-нибудь другом. Однако она продолжила эту тему, сказала, что ее родители хотят, чтобы она поскорее стала взрослой, что я никогда не стану амбициозной, если не буду сталкиваться с трудностями и еще много всякой фигни. Тогда я... Ну, надо развернуться и уходить. Я ее тупо перебила и сказала, ну, не знаю, возможно, мои родители просто любят меня больше, чем твои, поэтому хотят меня обеспечивать. Жаль, что так. Может, теперь сменим тему? С тех пор мы не разговаривали. Теперь я чувствую себя виноватой, потому что знаю, что любовь не имеет ничего общего с деньгами. Оглядываясь назад, могу сказать, что это было грубо. Но я просто сказала так, чтобы заткнуть ее, ведь она оскорбляла меня и без причины называла избалованной. Я ведь даже сама не начинала этот разговор и не интересовалась, как у нее обстоят дела с деньгами. С того дня я чувствую себя не очень. Я не хотела ее оскорблять. Я мудачка. Рэддит... В данной ситуации, наверное, да. Но она тебя стригерила. Но все равно получается, что да. Что думаете? Рэдд говорит, все мудаки. Телеграмм говорит, как обычно, не мудачка. Мудачка ли я из-за того, что сказала своей сестре? Хватит говорить, что у меня есть какие-то привилегии из-за красоты. Ты сама виновата, что страшно выглядишь. Так, ну хорошо. У меня есть сестра, которой 25 лет. Я буду называть ее Тессом. Скажу прямо, я выгляжу лучше нее. Это связано с тем, что она совсем не следит за собой. Я веду активный образ жизни, а она на него забила. Я трачу деньги на уход за кожей, поддержание красоты волос, а она нет. К тому же она не одевается красиво. Она всегда ходит в спортивке, даже если идет в приличное место. Короче говоря, я просто выгляжу лучше, чем она. У нее есть деньги, чтобы делать все, что делаю я, но она просто этого не делает. Каждый раз, когда я с ней вижусь, она говорит что-то о том, как я выгляжу. Если я рассказываю историю, которая сложилась для меня удачно, она говорит, что это потому, что я красивая и так далее. Я думаю, что она просто завидует, и я уже говорила с ней об этом. И вот недавно я сдала экзамен, чтобы получить лицензию на работу. Я рассказывала эту историю за ужином, и она сказала, что я сдала экзамен, потому что я красивая. Ну это уже хрень Мол, сталкивать все твои успехи Да ну блин Я сначала думал защитить вот эту сестру, которая за собой не ухаживает Мол, это ее выбор Ее дело, как делать с собой А как не делать Но если она при этом сует носом Свою родную сестру в то, что ты Потому что ты красивая, это уже нехорошо Это такой бред Меня это выбесило, я сказал ей перестать говорить о том Что у меня есть привилегии за красоты И что она сама виновата в том, что она страшно выглядит Она ушла из-за стола, обозвав меня сукой И моя семья поделилась на два лагеря Я мудачка Реддит и Телеграм единогласно говорят не мудачка Мудак не из-за того, что сказал своей девушке Ну потому что, ну знаете, типа Она же на тебя нагнала Вот если бы она капала тебе на мозги Год за годом, раз за разом Все твои достижения обнуляла И говорила, что только физиология за тебя все порешала Там уже пошла в жопу Нехорошо будить меня посреди ночи Несмотря на то, что она чувствовала себя небезопасно Случай произошел недавно И я не уверен, прав ли я или нет Моя девушка позвонила мне посреди ночи После того, как набухалась с подругами У меня впереди был очень важный и длинный рабочий день Она об этом знала И я уже какое-то время страдал от недосыпания Она позвонила мне и сказала, что скучает И просто хочет поболтать Я сказал, что мне реально нужно поспать Потому что я рано проснулся и очень... Под этим делом? Ну это такое Почему все истории таки неоднозначны? Да Это он Это рандомный комментарий Мои дорогие Это абсолютно рандомно Абсолютно комментарий Всем хорошего настроения Очень устал. Она спросила, могу ли я поговорить с ней по телефону еще минут 10. И в итоге мы мило побеседовали, прежде чем я снова отправился спать. На следующий день я сказал ей, что хоть я и понимаю ее желание поговорить, но это действительно ненормально будить меня так, учитывая, что у меня впереди такой ответственный день. Она заявила, что не чувствовала себя в безопасности, идя домой ночью. И что ей нужно было услышать мой голос. Так она могла почувствовать себя лучше. Я все-таки остался при своем мнении. Тогда она сказала, что я веду себя как мудак, раз не могу поставить себя на ее место и понять, как одной девушке небезопасно находиться на улице ночью. Я сказал ей, что я все понимаю, понимаю, что им может быть страшно, но все же думаю, что она могла бы позвонить кому-нибудь еще, кто не спит. Или заказать такси, а не будить меня, когда у меня впереди такой важный день. Я, конечно, хочу быть рядом с ней, когда она по мне нуждается, но все же считаю, что будить кого-то посреди ночи по несрочному делу, особенно если это может испортить человеку день, неразумно. Я мудак, Reddit говорит, да, мудак, Telegram говорит, нет, не мудак. Телераму заносит за каждую историю немножечко, вы поняли, чтобы они... Нет, ни в коем случае. Это мудак, ну блин, мудак, ну дурь, если это твоя любимая девушка, такая в сроку работа. Кого ты выбираешь, что ты выбираешь, работать на дядю или любимые отношения с любимой женщиной? А если бы это была не работа на дядю, вот как некоторые могут написать, то тогда бы ты сам решал, когда тебе просыпаться и какой у тебя важный день. Каждый раз такие, блин, неоднозначные истории получаются в этой рубрике. Наверное, на то и рассчитано. Поэтому обязательно пишите ваши комментарии, что в идее и как считаете. А если вам понравилось смотреть со мной этот видосик, обязательно ставьте лайк, а также подпишитесь на мой канал. Если вы все еще не подписаны, залетайте в мой Telegram, на мой Twitch и на игровой канал. А с вами был Дима, Типа Топ, пока!